Всем мирова! Вы на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Меня Олеся. И сегодня у нас рубрика «Психология». Погнали! Самое частое чувство, которое сопутствует человеку при преодолении сложности, в том числе и при эмиграции, это тревога. Но многие ли знают, что это такое и как оно вообще ощущается? Мы хотим подробно описать это ощущение простым языком, без всяких там терминов, чтобы каждый смог определить для себя, связано ли его личное чувство дискомфорта с тревогой. И давай для начала определение. Ну как без определения тревоги? Да, как в школе надо вставать. Нет, сиди, давай. Тревога – это отрицательно окрашенная эмоция с чувством беспокойства и налетом страха. Тревога может быть нормой, а может быть и патологией. И как здесь разобраться, что ваша тревога нормальна или пора с этим что-то сделать? В этом мы сейчас и разберемся. В норме тревога возникает на короткое время при возникновении обстоятельств, исход которых вы не можете предвидеть. И этот исход для вас сильно важен. Ну, например, вы устраиваетесь на новую работу, которую очень хотели. Ну вот, или она нужна вам, кровь из носа. Или вы переезжаете в новую страну, и вы не знаете, что вас ждет. И исход вот этих двух событий зависит полностью от вас. Как вы покажете себя, понравитесь ли вы работодателю, сможете ли вы строиться в общество новое для вас. Что при этом вы будете чувствовать? Вы можете ощущать раздражительность, можете срываться на окружающих, на родных своих, а потом испытывать вину за это. Даже может быть такое, что вроде бы как дома в своей родной стране вы не ругались, а переехав в новую страну, вы постоянно ссоритесь со своей супругой или супругом. И в итоге ваша голова постоянно забита либо о предстоящем собеседовании, либо о том, как разрулить возникающие проблемы в новой для вас стране. Вы в своей голове все время прокручиваете разные сценарии предстоящих событий. А потом события после этих событий. Даже может нарушаться сон накануне важного для вас дня, например, при подаче документов на ВНЖ. В течение дней до предстоящего собеседования вы не можете включиться в ретинные домашние дела. Вы постоянно будто на взводе. Физически вы ощущаете дрожь. Тело может поколачивать, передергивать и руки трястись. Может повышаться потоотделение. Ощущаться сердцебиение, поступать тошнота, пропадать аппетит. До такой степени, что вот еда в горло не лезет. И чем ближе день события, тем сильнее симптомы. И что же вы думали? Эти симптомы мгновенно пропадают после окончания собеседования при любом его исходе. Положительный ли это был результат, или был это отрицательный результат? Они исчезнут сразу же. И вот вспомните себя. Когда вы приехали в страну, вам надо как-то легализоваться, вы подаете документы на ВНЖ. Как вам страшно в день подачи. Вы не можете воспринимать этот мир адекватно. Но как только документы сданы, человек рукой снимает. Чудо. Чудо. Если это описание похоже на те чувства, что вы периодически испытываете, то можете быть спокойными. Это чувство тревоги нормальное и здоровое. И часто оно служит мобилизующим и позволяющим действовать. Но чем же отличается патологическая тревога? Ведь то и то тревога. Если же тревога сопутствует все время и возникает на ровном месте и часто не связана с событиями, то это уже отклонение. При этом, в отличие от здоровой тревоги, симптомы патологической тревоги могут быть неярко выражены. И часто их выраженность колеблется. Симптомы то усиливаются, то ослабевают. Такую тревогу можно сравнить с чувством надвигающейся опасности. При этом в голове начинает роиться мысль в поисках события, которое, может быть, и вызывает сейчас эти неприятные ощущения. При этом порой симптомы могут исчезать совсем на какое-то время. И вы сразу же ощущаете облегчение. Но при регулярном повторении, так сказать, накатывании тревоги, вы ловите себя на мысли, что постоянно прислушиваетесь к себе и находитесь в ожидании тревоги. И даже в те моменты, когда тревога отступает, вы не наслаждаетесь хорошим самочувствием, а ждете нового приступа. И возникает ощущение, что вам уже удобнее с тревогой, чем без нее. Потому что ожидание тревоги становится еще более мучительным, чем само состояние тревоги, в котором вы привыкли жить. И в итоге состояние перерастает в постоянное фоновое чувство тревоги. В один период времени вы находитесь в тревоге ожидания тревоги, а в другой мучаетесь от самого чувства тревоги. И симптомы тревоги могут усиливаться после эмоционально значимых или эмоционально окрашенных событий. Например, при конфликтах, после каких-то мероприятий. И даже после болезни, на фоне истощения ресурсов организма. И даже просто при смене адреса внутри одной страны. При патологической тревоге это мучительное чувство остается с вами даже, когда травмирующее событие окончилось. Вы вроде бы приехали, уже все, уже подпривыкли, а тревога все не уходит. Что же делать с этим состоянием? Есть два типа поведения людей с тревогой. Первое – это полное игнорирование тревоги. И второе – это настойчивый поиск физической болезни. Если вы игнорируете тревогу, то она перерастает в панические атаки. Первая паническая атака возникает неожиданно, из-под воль, на пустом месте. И если тактика поведения остается прежней, то есть игнор, то психика начинает самостоятельно защищать себя. Постепенно и незаметно для себя вы начинаете избегать тех событий, в которых тревога усиливается. Например, перестаете отстаивать свои границы, не защищаете свои права и интересы. Ну, то есть обходите стороной все те способы коммуницирования с людьми, где требуется проявлять хоть какую-то волю. И где, гипотетически, может произойти конфликт или его подобие, как сейчас вот у нас произошел тот конфликт неожиданный. Потом это перерастает, что при чьей-то просьбе касать услугу, вы не можете ответить отказом. Так как отказ всегда подразумевает защиту своих границ, а значит проявление воли, а эти действия всегда вызывают тревогу. В итоге вы всегда говорите «да» и оказываете услугу, даже если это в ущерб вашим же интересам. Постепенно при каждой оказанной услуге в ущерб себе симптомы тревоги каждый раз усиливаются. Но и обказом ответить не получается. Поэтому вы выбираете просто исчезать, не брать трубку, не отвечать на смс, просто пропадаете в неожиданной жизни человека. И так постепенно все больше людей вычеркиваете из своей жизни, объясняя для себя, что так вам комфортнее. Вам и так хорошо, и никто вам не нужен. Ну я просто волк-одиночка, а есть ведь такие люди ничего. В дальнейшем начинайте избегать мест, где пережили эпизод панической атаки. Это могут быть метро, большие магазины с толпами людей. Перестаете посещать различные мероприятия, где всегда большое скопление людей. Потом и вовсе вычеркиваете из своей жизни посещение общественных мест. Просто берете и перестаете пользоваться общественным транспортом. Все чаще предпочитаете вызывать себе такси. Некоторые отказываются от лифта, так как там слишком тесно. И хорошо, если вы живете при этом не на 10-м, или аж на 23-м этаже. Хотя и в этом случае вы придумываете для себя отговорку. Ходить по ступенькам – это полезно, даже если вы задыхаетесь, пока подниметесь до своей квартиры. Окончательно переходите на онлайн-покупки. Благо 21-й век это позволяет. И незаметно для себя обнаруживаете, что превратились в затворника, полностью лишив себя того, что называется жизнь. А тревога при этом не прошла. И не пройдет. Так как в данном случае это уже психическое расстройство, которое требует обязательного вмешательства психотерапевта и психиатра. И пока вы не решитесь на этот шаг, ваша жизнь будет только ухудшаться. К сожалению. Или же другая крайность. Если я себя нехорошо чувствую, значит где-то в теле сидит болезнь. Ну, многие так думают. Вы начинаете поиски у себя какой-то физической болезни. Настойчиво прислушивайтесь к своему телу и обязательно находите, что где-то что-то болит. И болит либо что-то одно, либо все время что-то разное. В итоге вы начинаете изнурительные походы по врачам всех специальностей. Но изнурительные они для врачей, а не для вас. Вы настойчиво ищите хоть какую-нибудь болезнь. Вы сдаете множество разных анализов и по одному разу. Проходите множество инструментальных обследований. И тоже не по одному разу. Причем каждый новый поход к врачу вам приносит некоторое облегчение в связи с появлением ощущения надежды, что вот сейчас обязательно найдут какое-нибудь заболевание и меня вылечит, тревога отступит. Но оказывается, что врачи не могут найти никакой физической патологии. Вы дома обвиняете их в своей некомпетентности, а при этом в глаза сказать ничего не можете, так как это требует проявления воли. А это действие обязательно у вас вызовет приступ к тревоге. При объявлении вам, что вы здоровы, благодарите врача и спокойно уходите. Но дома уже сильно возмущаетесь и выносите мозг всем своим родным. И так происходит до тех пор, пока вы не осознаете свои чувства тревоги и не начнете с ним работать. Но либо вас направят к психиатру или психотерапевту. Если вы узнаете себя в этих описаниях, значит у вас есть проблема, которую глупо отрицать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить полезные видео. Нажимайте колокольчики и ставьте лайки. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. Также в описании вы найдете наш сайт, куда можете обратиться за помощью в аренде квартиры в Стамбуле. И при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok